доброе утро все у нас сосед там мыл ну так он себе всегда моет все дом себе кстати помыл и мне машину помыл представляете я даже вот это сразу как бы не то что понять то понятно но я думаю что за фигня то ли дождь у нас так пасмурно все грижут другие машины сухие одна моя она прям рядом с его домом стояла а он меня помыли ну конечно помыла водой вот это наверно про сбрызгнул потому что все машины чумазы от дождя у нас такие дожди что они больше мажут чем из-за того что пыль вот эта вот сахарская летит к нам и мажут машины а моя чистая мой блин спасибо соседу так чалиба это тиропатра тиропатра до моего кошка открытие мы всегда от кошка открывая сзади чтобы вот так он смотрел на все происходящее у нас 23 градуса пока нас его что-то холодно совсем прям холодно зима что это такое пасмурно видите даже такой вот мелкий дождь моросит кайфово короче все еду на работу на любые мою работу ой блин забыла щипчики мусор выбрасывала поэтому мне еще пораньше выехала заправиться надо в общем с утра вот такие дела и поэтому щипчики забыла руки были заняты пока то пока все и вот так бабушку которую я укладываю по четвергам а вот и они четыре года назад начали посадили мангу на продажу и вот в этом году только у них начали плоды давать то есть они собирают их уже на продажу и смотрите сколько они мне дали мангу тут они килограмм пять точно смотрите и она мне такая говорит возьми мангу у входа в тебе а я когда каждый год я ее дочку украшу в общем всю семью а приходу и она такая вот вырастут я тебя угощу я тебя угощу угостила представляете класс мне одна клиентка носит мушмалу у них тоже сады мушмалы вот другая вот смотрите какую мангу классно хорошо что у меня 2 2 есть эти прям еще зеленый надо же смотрите килограмм пять просто такой презенте какие у меня хорошие клиенты да чарли да клиенты у меня замечательные очень хорошие дома я уже дорогие пирожки будут вкусные жареные я даже крылышки остались тесто какое замечательно следующий день но мне больше нравится почему-то ладно приступим смотрите какие шикардосные тесто тонкая тонкая там больше картошки чем муки поэтому обожаю такие пирожки с картошкой именно вкуснятина и вот и вот мой будет обед один пирожок вот-вот вот мой обед будет но не все так просто как вы думаете потому что на десерт у меня будут и ники беники лопаем вареники я тут штук пять вареников осталось а вот тоже сейчас их отварю и будет у меня такой вот шикардосный и вкусный обед ладно варю вареники и обедаю сегодня такая парилка это просто жесть 36 градусов но такое ощущение что все 40 потому что парить невозможно сейчас пылесосилась знаете что ко мне завтра должна прийти девочка подстричься и я такая я уже со всеми этими тут каждую неделю кто-то приходит и я такая думаю блин а ко мне тоже постоянно одна девочка подруга ходит стричься думаю сегодня четверг по-моему она записалась на четверг ко мне на стрижку полезла в телефон по ватсапы нет никого у меня на сегодня вообще что-то вот мне прям в голову ударил ударила что сегодня ко мне должен кто-то прийти подстричься я совсем забыла парковки нет муж вот стоит ждет когда кто-нибудь может свалить вы представляете что-то мне кажется орхидея пришел к обздец триндец потому что она какая-то вялая вся я хоть ее и поливаю но что-то ей как мне кажется вот лидовские все таки лидовские орхидеи все таки не это не фонтан вот так вот переклюнула а это вот который брала за 14 евро растет молодец хороший это вот я сама листик ей порвала тронула он прям сам тресну вот так вот ходил прям вообще духотища невыносимая такая думаю блин ко мне же сегодня таймка придет потом такая с чего она должна ко мне прийти или не должна прийти полезла быстрее хорошо хоть это вот поэтому я всем говорю моим клиентам всем говорю шлите мне ватсапы потому что там хотя бы есть доказательства что вы должны прийти а так вообще у меня это у меня сегодня тоже одна клиентка писала на субботу что-то у ней там день рождения она гулять будет приедет не приедет вообще непонятно что почем и как я говорю пиши пирожочки мои я их сейчас в пакет сложу чтобы они такие были мягкие и в морозилочку и в морозилочку гулять сегодня идти ну там такая духотища не знаю куда бежать куда деваться прям вообще ну передавали вчера прогноз смотрела что сегодня прям вот жарко будет а завтра уже дождь и похолодание поживем увидим мы сегодня в поля вышли ой духотища думаешь блин пасмурно так классно на улице нифига не классно потому что такая духота что просто трындец а у меня еще второй день болит как здесь говорят сервикалис но остеохондроз что ли вот это вот вот задняя часть вот тут вот сзади шеи я знаю почему я много раз вам говорила что я на диване лежать особо не люблю не то что не люблю не могу потому что вот если там сидя я не люблю смотреть телевизор или там ну телевизор не смотрю сериалы а лежа вот как бы тоже знаете у меня если я лежа я как это у меня как шило в одном месте я на одном месте не лежу я даже когда сплю подо мной все крутится вертится шар голубой и вот я вся вырчусь мне то есть на одном месте неудобно и на диване когда я хотя бы вот там с подушками со всеми делами лежишь лежишь и вот видимо перележала у меня вот этот вот остеохондроз или как его там назвать сервикалис тяпнула таблетку сейчас одну вроде бы как перестала ну знаете как вот отсюда шея идет потом голова начинает болеть у меня прям вообще вот и вот так вот я каждый знаете посижу минут двадцать полежу посмотрю потом стою что нибудь поделаю там размяться надо и вот так вот весь день не будешь разминаться ну приходится сейчас ходят так а че там на моем пути стоят какое то что они там собирают там еще нечего вроде собирать у нас я вот там вот хожу всегда на пляж сегодня здесь пошла в общем хорошо что сейчас пораньше выходим и можно размяться пораньше что они там собирают уже гляжу черемоя продают че так вообще уже черемоя круглосуточно продают ой круглосуточно круглогодично там вот какая то фигня гудит вот правильно я подхожу не надо гудеть черемоя вот вот это растет черемоя мне не очень нравится у меня есть на канале как я ем этот фрукт ой как кофе пахнет откуда ждем первая остановка туалет загородный здесь я ничего не подбираю потому что ну природа да удобрения в общем гуляем сегодня я одна подружки там дела домашние а я вот в городом одиночестве буду гулять потом хочу прийти домой и сделать на завтра баклажаны начинить сейчас вам ну не сейчас попозже покажу как я это сделаю у меня есть одна задумка вот и хочу это сделать завтра вы знаете дождь передают поэтому я не знаю у меня есть же постоянные клиенты на пятницу но здесь знаете как если дождь выпадает хотя даже две капельки все никто на улицу не выходит особенно если пожилые что вы что вы а вдруг их заморозит или зальет двумя каплями воды и поэтому вот не знаю на завтра передают целый день дождь и такое прям хорошее знаете поживем увидим так что мои клиенты навряд ли бабуси придут придут зато в субботу и опять у меня будет очередь в три велюшки у них же воскресенье у всех служба в церкви им надо на службу идти красивыми ухоженными какая-то прям тусня посмотрим насчет вируса вообще телевизор даже не смотрю вернее раньше как-то знаете новости смотрела было интересно что почем и как а сейчас вот иногда муж включает но он с наушниками смотрит а я так одним глазом в телевизоре смотрю что-то каждый день у нас там жесть что творится вчера вот один с лишним тысяч было человек даже зимой по-моему столько людей не было хотя зимой вообще не знаю сколько уже сколько наверное было потому что тест тоже не делается не делались а сейчас всем подряд тесты делают поэтому выявляет так много заболевших одни говорят столько хотя я вообще не знаю как статистику ведут одни говорят три тысячи другие говорят одиннадцать тысяч одни говорят что в конце декабря будут уже прививки делать другие говорят что прививки еще через полгода даже не будут не будут делать в общем я вообще не понимаю кому чё кто чё говорит тут черемой походу собирают сушить так рано обычно очень поздно собирают а это прямо сейчас уже собирают да представляете обычно холодно может быть какой-то сорта вот вывели новый такой такой сезонный продукт скажем так в общем не знаю кому верить никому не верить поэтому нить смотрю телевизор ничего не знаю а смысл его смотреть все равно не знаю какую статистику ведут что делают в общем поживем увидим ждем как говорится прививки хотя бы знаете чтобы их сделали эти прививки людям у которых особый риск да ну вот которые в риске чтобы потому что я же много раз говорил я за себя то не боюсь боюсь там за всяких близких своих родственников а сама то прорвемся ну не хотелось бы знаете что по моей вине вся наша гора вымерла у меня же бабушки у меня 60 процентов моих клиентов это от 60 до 90 представляете если я заболею всех их заражу это все привет горе там людей не останется поэтому не хотелось бы знаете быть причиной вымирания цел полгорода вот поэтому и боюсь там вот тоже вдалеке какая-то группа молодежи знаете почему они сюда все сбегались сбежались потому что сейчас полиция не разрешает вот так вот чтобы сидели подростки там все без масок сидели квасили да ночами их как бы вылавливают скажем так разгоняют и вот они все сюда вот или может быть это не подростки хрену знает кто там идешь вот так среди полей там там сомнительная группа ну ладно друзья если если вы не меня не увидите дальше то это вот они я буду бороться я всегда знаете смеюсь как говорю мало ли дураков то на свете много такая иду кому-нибудь вижу говорю ну ладно у меня вот эта штука есть потому что на мою собаку как бы особого надежды особо нету вот это вот есть буду ей отбиваться по морде прям раз в общем да буду драться буду как это буду бить все равно тебе водить в общем вот это если что как этим корсетом фантазия какая у меня мошкары столько вы не видите но это прям не кружится надо мной у них там музня у них там тусня у них там круто или я знаете что с ними затусуюсь это знаете какие пока люди которые ну у них не все дома в общем скажем так в испании как таковых вот для домов как это всех домов так что ли называется нету вот ну есть такие вот квартиры знаете и которые живут именно вот такие вот люди которые ну естественно которые могут себя обслуживать все дела и которым выписывают разные эти лекарства то есть они все на лекарствах с ними живет или приходит каждый день к ним работник чтобы проверить вот как они там принимают ли свои лекарства вот и ну как они живут как обычные люди но все равно видно что у них не все дома вот нету же таких людей как бы побаиваюсь знаете а вдруг они не приняли таблетку потому что были такие случаи вот у нас у родственников над ними была такая квартира и вот оттуда женщина просто взяла и сиганула с балкона вот то есть а которые совсем уже там им ничего уже не помогает то это бывает такая дневная как резиденция да чарли пришлось привязать потому что он чего-то тут не хочет идти и вот то есть ночами они дома ну с родственниками а дням днями они вот в этой вот как дом престарелых только знаете для таких вот больных людей и с ними там занимаются как детский сад что-то между детским садом и домом престарелых вот так вот также вот а кто за это платит не знаю государство наверное или родственники несмотря какие хочешь условия для для своих как бы родственников да ну вот чтоб псих всех домов вот таких здесь нету хотя надо бы сделать потому что многим надо бы находиться там всех их везде хватает вот я сейчас проходила там видно что у них не все дома вот ну ну не агрессивные ничего но опять ну а вдруг таблетку не принял у него что-то там сдвиг по фазе да чарли так вот в душ сегодня не пойдем душ уже принимаем собака разговаривает дождь идет представляете блин вся сырая иду я раньше знаете как думала что дождь когда на голову на голову попадет он химический я потом вся облезну дождя потому что он это ненатуральный вот как бы не облезла блин дождик прям такой хороший ну бежать я до дома точно не буду у меня был вот такой бекон я сейчас выжариваю весь вот этот жир из него это будет у меня начинка баклажаны потом я уберу в отдельную чашку этот бекон и начну на этом же жире скажем так обжаривать морковку лук и перчик а тем самым опустошаю внутренности баклажана вот такой штукой оттуда и потом это все пойдет тоже в пережарку а баклажаны пойдут в духовку на 20 минут 180 градусов чтобы они там поджарились вот а пока делаем зажарочку начиночку сейчас вот лечок у меня немножко обжарится и добавлю туда вот тоже покрошу вот так вот баклажаны внутреннести кишочки и кишочки тоже туда отправлю немножечко так обжарился лучок я не люблю вареный лук поэтому всегда вот обжариваю сначала и уже сюда будем добавлять наши баклажаны заранее порезанные мне там еще немного порезать их надо и обжариваем до готовности можно сказать ну это почти готово добавлю опять туда обратно этот бекон и сейчас тоже туда добавлю творожный сыр все перемешаю и все а блин посолить поперчить надо в общем короче добавить все свои любимые специи вот забыла самое главное посолить поперчить добавить специи и чтобы было все вкусненько ням-ням вы не представляете как вкусно пахнет начинка но я ее даже не попробовала но я по запаху даже язык заплетается по запаху понимаю что это уже вкусно какая-то горелая штука надо ее закрыть это все должно быть красиво все это на завтра у меня баклажаны уже почти готовы видите даже это все заняло меньше 20 минут баклажанчиком ну вот и завтра я их начиню и уже поставлю в духовку минут на 30 вот чтобы они доделались уже сыром посыплю в общем все как надо все как полагается я себе тут сделала чай с подругой сейчас смеемся у нее нет но она спит спокойно и и хорошо как говорится а у меня кто давно смотрит знает что я сплю как птенчик вообще для меня сон это неважная часть моей жизни вот ну иногда нужно спать и вот я вот всякие чаи пью вот например дурмитом для сна там я чабрец мяту туда себе кинула который раз хочу купить себе лимон и забыла смотрите какое мне яблочко Таня передала а пахнет с червячками у меня тут фруктов вообще нету смотрите от слова совсем какая-то слива тут завалялась сейчас я ее помою и съем будет мой ужин вот такой слива зато много манго зеленого вот я сюда ничего не кинула стевии не кинула ну все без сахара буду чай пить не сладкий что делать вот такой вот у меня день вот такой у меня ночь завтра дождь обещают и много да не знаю что будет с работой в общем друзья подписывайтесь ставьте лайки спасибо вам за ваши комментарии встретимся с вами завтра может быть тут какое наводнение у нас будет но мы находимся на горочке то есть вся вода стекает вниз нас не затопит нас не затопят вот так что прям знаете даже как-то страшно все об этом только и говорят что нас ждет завтра посмотрим всего самого лучшего всем пока пока